Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрабер, и сегодня у нас топчик. Топ-10 телефонов для покупки 11.11. Настоящие скидочки будут, хотя некоторые говорят, что нет скидок, и это развод и все такое. Но на самом деле скидки есть и на определенные модели. Просто нужно это знать. Итак, не будем много болтать, перейдем к нашему топу. Десятое место. На десятом месте Lenovo K5 Play. Новиночка этого года выглядит очень прекрасно и великолепно. Соотношение сторон современное. 5,7 дюймов. Экран IPS. На снапе 430 снап. Видеоускоритель Adreno 505. Идет версия на 3.32. Отличные показатели за свои деньги. Конечно, это бюджетник. Видно сразу же по процессору. Далее камера у нас на 13 Мп, плюс 8 Мп фронталочка. Батарея на 3000 мАч. Стоит этот телефон приблизительно 6600 рублей или же около 98 долларов. Да, это один из самых хороших бюджетников, сейчас представленный на рынке. Почему я рекомендую его? Мне понравился он по дизайну. На самом деле он смотрится из всех бюджетников очень премиально, очень красиво и очень интересно. Особенно в руках. Хотя задняя крышка это не стекло, как может показаться. Это обычный пластик. Но согласитесь, выглядит очень и очень достойно. Заслуженное десятое место. На девятом месте расположился очень удобно Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Здесь экран 626 дюйма, IPS, Full HD разрешение, отличный процессор 636 Snap, видеоускоритель Adreno 509. Версия начинается на 3.32. Здесь у нас камеры основная 12, плюс 5 и фронталочка 20, плюс 2. То есть обратите внимание, здесь 4 камеры и здесь действительно очень хорошая фронталочка. Батарея 4000 мАч. Очень отлично. И максимальной цене, которую нашел я на данный момент на Алиэкспрессе, это... А в долларах это будет около 168 или 169 долларов. Что сказать, это очень проверенная модель. Сюда можно включить и Redmi Note 5. Но Redmi Note 6 Pro новее, интереснее. Как по мне, у него лучше фронталочка гораздо. И современное соотношение. Также челочка. Многими нелюбимая, но мне почему-то она зашла, она мне понравилась. Но это так себе на любителя. Здесь глобальная версия установлена. По сути, это Redmi Note 5. Проверенный уже временем. Поэтому никаких тормозов, глюков, лагов. Постоянное обновление. Кастомов различных очень много. Много плюшек и так далее. То есть, это хорошая, проверенная модель, которая нравится очень многим. И если вы ее приобретете по этой цене, она вас точно не разочарует. Итак, 9 место. Далее, 8 место. Компания Xiaomi представила телефон Mi A2. Новиночка этого года на великолепном процессоре. Очень красиво выглядит, интересно, премиально. И экран здесь 5,99 дюймов. IPS, Full HD+, разрешение. Очень мощный камень. Snapdragon 660. Видеоускоритель Adreno 512. Версия начинается с 4.32. Обратите внимание, здесь начинаются все версии с 4 ГБ. И это отлично. LPDDR4X. То есть, все по максималкам. Фотокамера здесь основная 20 плюс 12 Мп. С отличной светосилой. И фронталочка на 20 Мп. В общем, по фотовозможностям это просто полный топчик. Если вам нужна отличная селфи и отличные фотографии, то Xiaomi Mi A2 это как раз ваша тема. Батарея 3010 мАч. Этот телефон входит в программу Android One. Стоит он приблизительно 13200 рублей. Это минималочка, которую я нашел. И в долларах это 195 долларов. Итак, вы берете великолепный процессор, который будет кушать все игры на ура. И всего лишь за 195 долларов. Отличный ценник. Телефончик выглядит очень красиво, очень премиально. И я бы отметил качество звука этого телефона. Здесь звук очень хороший. Как в наушниках, так и с основного динамика. Он просто суперский. Итак, заслуженное восьмое место. На седьмом месте расположился Xiaomi Mi Max 3. Это лакомый кусочек для многих. Потому что это телефон с большущим экраном. 6,9 дюймов. IPS. Биг экран просто. Full HD Plus разрешение. Тоже здесь великолепный 636 камень. Очень работоспособная лошадочка. Видеоускоритель Adreno 509. Версия начинается от 4,64. И это тоже очень-очень здорово. По камерам. Здесь основная камера 12 Мп плюс 5 Мп. И фронталочка на 8. Самое четкое здесь, что есть. Но это как по мне. Батарея на 5500 мАч. Просто здоровенная батареечка. Которой будет хватать вам на 3 дня. И минимальный ценник, который я нашел на данный момент. Это 15900. Может быть я искал очень плохо. Мне казалось, он будет немножечко дешевле. Но это около 234 долларов. За эти деньги вы берете очень и очень много телефона. Вы берете много телефона. У вас будет большущий-большущий телефон. Он выглядит очень красиво. Премиально. И в этой лопате есть стереодинамики. Что немаловажно, друзья. За эту цену стереодинамики. Это очень и очень круто. Этот планшет-офон поможет вам серфить по интернету. Играть в игры. Смотреть видюхи. То есть, по сути, это такой компромиссный вариант между телефоном и планшетом. Многие ищут такой вариант. И Xiaomi Mi Max 3 является отличным таким решением. Если вы найдете на 128 и тоже ценник будет не такой большой, то это будет вообще просто супер отлично. Итак, седьмое место. Это Mi Max 3. Шестое место. Honor 8X. Новиночка этого года. Действительно очень интересный аппарат. Экран здесь немаленький. 6,5 дюймов. IPS. Full HD+. Разрешение. Центральный камень от компании Huawei. Kirin 710. Можно не ругаться, потому что это новый камень от компании Kirin. Он достаточно неплохой. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Используется технология GPU Turbo. Основная камера здесь на 20 Мп. Плюс фронталочка на 16 Мп. Камеры тоже отличные, неплохие. И обратите внимание, что батареи на 3750 мАч. Наконец-то Huawei и Honor поняли, что нужно ставить большие батареечки. И тогда проблем у вас никаких не будет. Телефон стоит около 13900 рублей или же около 200 долларов плюс-минус. Но я хочу сказать, что это не глобальная версия. А всегда обращайте внимание, если вы покупаете на Алиэкспрессе, чтобы была глобалочка. Если будет не глобальная версия, будет отсутствие NFC. Возможно, отсутствие плей-маркета. Конечно же, все это устанавливается, кроме NFC. Будет это связано с определенными трудностями для вас. Если вы в этом ничего не понимаете, не разбираетесь. Я советую брать вам на Тимоли. Если вы живете в России, на Тимоли будет версия, конечно же, дороже. И, скорее всего, по акции сейл 11.11 она не попадает. Но там будет глобалочка, там будет NFC, там будут все прелести жизни от Honor 8X. Очень интересный, очень достойный телефон. И линейка X у компании Honor всегда была очень интересной и достойной. Компромиссное решение за очень небольшую цену. Обратите внимание, как он выглядит. Минимальные рамки сверху, конечно же, челочком. И сзади телефон выглядит очень и очень красиво, премиально. Переливающаяся задняя крышка. В общем, очень интересное решение. Honor 8X, шестое место. На пятом месте расположился многими любимый Pocophone F1. Действительно, модель нашумела в этом году и есть от чего. Начнем. Экран 6,18 дюйма, IPS, Full HD+, разрешение. Прелесть этого телефона, конечно же, его центральный камень. 845 снаб, который не тормозит, не глючит, играет во все, что только возможно. И когда я пользовался этим телефоном, у меня было только наслаждение от пользования этим телефоном. И в играх, и в серфинге, и во всех остальных моментах. Я остался этим телефоном полностью доволен. Видеоускоритель Adreno 630. Версия начинается от 664. Память IPDR4X, то есть все очень по-максимальному, очень хорошо. Значит, видеокамеры 12+, 5 основная и 20-мегапиксельная фронталочка. Фронталочка, я вам скажу, очень-очень даже достойная здесь стоит. Можно сказать, она почти что не уступает флагманам. Мне она очень зашла, ей очень понравилось. И далее, батарея на 4000 мАч. В общем, все по максималкам в этом телефоне. Если вы берете на Алиэкспрессе, то цена будет около 19700 рублей. Плюс-минус можно найти еще дешевле. А в долларах это приблизительно 288 долларов. Может быть, даже можно найти еще дешевле, я повторяю. Если вы хотите быструю доставочку, то на Тимоле тоже есть Покофоны. По России доставка 5-7 дней. И я заказывал там и очень доволен. Потому что разница по цене из Китая или же на Тимоле заказывать, она не такая уж и большая. И можно там тысяченку переплатить. Но телефон доставит вам в течение 5 дней и в этом преимущество. Так заслуженное 5-е место. Покофон F1. О котором говорить даже ничего не нужно. 4-е место. Honor Play. На самом деле, на этом месте мог бы стоять и Покофон F1. Но все-таки у Honor есть одно существенное преимущество, о котором я упомяну немножечко побольше. Хотя, конечно же, есть минусы. Но в целом, в моем топе он стоит на четвертом месте. Экран здесь IPS 6.3 дюйма. Full HD Plus разрешение. Центральный камень 970 Kirin от компании Huawei. Это прошлогодний топовый процессор от этой компании, справляющийся на ура. Со многими задачами, конечно же, есть проблемы в играх. Если учитывать, что здесь видеоускоритель Mali 72 MP12. В этом немножечко есть проблемы. Версия начинается от 4.64. Камеры здесь 16 плюс 2 мегапикселя. И фронталочка на 16 мегапикселей. Батарея здесь отличная на 3750 мАч, которых будет хватать на долго. Ну, минимум на 2 дня. Если вы берете телефон в Китае, то это будет цена около 17700 рублей или же 270 долларов. Если вы берете на T-Mole, это будет около 22 тысячи рублей. И в чем преимущество брать на T-Mole? Здесь будет официальная версия, то есть никаких там китайских прошивок, каких-то непонятных астомов. Здесь будет NFC, официальная глобальная версия для российского рынка. Если вы живете в России, то советую я вам брать именно на T-Mole. Honor Play. Почему я поставил на это место? Потому что в официальной версии есть NFC. Для меня это очень важно. Здесь все-таки не такой мощный, но топовый процессор. Здесь все будет летать. Если не играть в нем, допустим, как-то в игры. Серьезно, ну и в отношении игр Pocophone он, конечно же, будет проигрывать. Но все-таки это супер великолепное железо за эти деньги. Я считаю, что это очень выгодный и выгодный вариант. Поэтому заслуженное четвертое место. Третье место. Великолепнейший телефон Asus Zenfone Max Pro M1. Многие из вас знают об этом телефоне. И давайте пробежимся по характеристикам. Экран 5,99 дюймов. IPS, Full HD+, разрешение. Центральный камень 636-й снаб. Один из самых популярнейших чипов в этом году. Видеоускоритель Adreno 512. Почему Adreno 512? Потому что именно на моем телефоне программа показывает, что здесь Adreno 512. Другой информации я, по сути, не нашел. В интернете пишут, что 509, но программа в телефоне показывает, что 512. Не знаю, кому верить. Можем только разобрать на телефон и посмотреть. Версия начинается от 3.32. Камеры 13 плюс 5 мегапикселей. Основная. И фронталочка на 8 мегапикселей. Батарея, друзья, 5000 мАч. И интересно, что сейчас на Тимоле есть версия, которая стоит 11900. Очень подешевел этот телефон. На Тимоле он, конечно же, будет с NFC, с официальной прошивкой русской, со всеми плюшками и так далее. Поэтому очень интересное решение, которое стоит очень и очень дешево. Интересно, что этот же телефон в Китае стоит гораздо дороже. В России вы можете купить его в связном, ДНС и так далее. По сути, дешевле, чем на Алиэкспрессе. Но если брать в Китае, то есть он стоит около 18, даже до 20 тысяч доходит. Я не знаю, почему там такая большая цена. Но, в общем, друзья, на Тимоле 11900 это заслуженное третье место. Здесь есть, по сути, все. NFC, 5000 мАч, батареечка, великолепный большой процессор, отличные камеры. И, в принципе, это одно из самых лучших соотношений цена-качество сейчас на рынке. Спасибо Asus, что они выкатили вот такой великолепный смартфон. Поэтому заслуженное третье место. Кто же у нас на втором месте, друзья, Meizu? Сюда я поместил сразу два телефона, потому что во многом они схожи. На некоторые различия мы сейчас обратим ваше внимание. Это Meizu 16TH и Meizu 16X. Внешне они, по сути, идентичны, но есть определенные различия. Экран здесь 6 дюймов и, обратите внимание, это AMOLED-экран. То есть, это очень и очень круто. Премиальные телефоны все идут, в основном, с AMOLED-экранами. Итак, по процессорам. Здесь на Meizu 16TH стоит 845-й дракон, на Meizu 16X 710-й дракон. Видеоускоритель в первом случае 630-й адрен, во втором 616-й адрен. В принципе, и в том, и в другом случае это очень и очень хорошие показатели. Версия начинается от 664, память типа LPDDR4X, то есть, все тоже по максималкам. Фотокамеры 20 плюс 12 мегапикселей и фотокамеры здесь великолепные и отличные. Фронталочка на 20 мегапикселей тоже не уступает с великолепным качеством. Батарея в первом случае 3010 мАч, это 16TH, а 16X это 1100 мАч. Значит, TH стоит около 24500 рублей, это около 360 долларов. Вдумайтесь, друзья, это глобальная версия на 845-м драконе, 360 баксов. А версия X стоит 2900 рублей, это приблизительно 306 долларов. Хотелось бы что отметить, на этой распродаже максимально снижает цены именно Meizu. То есть, у Meizu вы находите настоящие реальные скидки, вот в этом большая разница. Потому что Xiaomi падает где-то на 200 рублей, на 500, на 1000 максимум и так далее. С такой вот максимально большой скидки вы от компании Xiaomi не получите, потому что, в принципе, они уже и так на минималках идут. Но Meizu, друзья, представляет нам на самом деле великолепнейшие скидки, потому что TH стоил 36000, X стоил около 27000, поэтому сейчас это реально урвать. Такие телефончики очень-очень отлично. Выглядят они очень красиво, премиально, интересно, и дизайн, по сути, не повторяет никакой другой телефон. Это уникальный, красивый, разработанный дизайн от компании Meizu. Так заслуженное второе место Meizu 16TH и X. И кто же на первом месте? Это тоже телефон от компании Meizu. Meizu X8. Попытаюсь обосновать, почему именно он. Здесь экран 6,2 дюйма, IPS, Full HD плюс разрешение. Центральный камень, смотрите, 710 Snapdragon. И это уже просто великолепно. Мы любим этот камень, потому что он очень мощный, энергоэффективный и все остальные плюшки. Видеоускоритель Adreno 616. Версия начинается от 4.64. Во всей игрушечке, если даже вы играете в них, он будет тянуть очень и очень достойно и отлично. Но и в целом этот процессор с запасом на 3-4 года, потому что он действительно очень хорошо справляется и очень хороший процессор получился у компании Qualcomm. Камера здесь 12 плюс 5 мегапикселей. Фронталочка мощная на 20 мегапикселей. Батарея 3210 мАч. Самый интересный ценник этого телефона начинается от 14600 рублей. Это приблизительно 215 долларов. Друзья, это за 710 Snap на глобальной версии. Это, друзья, глобалочка. Если вы найдете глобалочку на 710 Snapdragon, то пишите обязательно в комментариях. На данный момент, по моей информации, такого телефона вы просто не найдете. Глобалочка плюс 710 Snap. Великолепный, отличнейший дизайн от компании Meizu. Да, задняя крышка пластиковая, как у Pocophone и так далее. Но кому это важно? Максимальное число людей просто ложат их в силиконовый чехол и никаких проблем дальше не знают. Поэтому это не является какой-то большой проблемой. Отличный экран. Да, здесь есть монобровь, как говорят некоторые. Но на самом деле, обратите внимание на эту монобровь и на монобровь от Google Pixel 3. Вот монобровь 8X выглядит как, не знаю, как Lamborghini просто. Очень красивая, элитная и так далее. На Google Pixel она выглядит просто как сарай. И по мне это великолепный. Красивый телефон за просто смешные деньги. Я искал и я не понял. То есть ближайший конкурент на 710 Snapdragon это тот же самый Meizu, который 16X. Также есть Vivo Nex S. Ну и по сути, в принципе, все. То есть дальше нет. Поэтому для меня это самое великолепное решение на рынке. Друзья, скорее всего, я буду заказывать себе этот телефон. Если получится, то обязательно закажу. Сделаем распаковочку, обзорчик, все протестируем и так далее. Потому что все-таки есть какие-то китайские версии, есть русские версии и глобальная версия всегда отличается от какой-то другой. Поэтому нужно все протестировать и посмотреть. Итак, друзья, с вами был я, EdSkrabber. Это был мой топ самых лучших телефонов, которые по скидочке 11.11 числа. Обязательно сделайте покупку, если у вас есть такая возможность. Ссылочки в описании я оставлю в целом просто на магазины, по которым вы можете перейти. Магазины лучшие от Xiaomi, лучшие от Meizu, лучшие в Tmoli и так далее. И вы сможете заказать себе телефон, который вам по нраву. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения. С вас лайк, подписка, колокольчик, репост, если есть возможность. Комментарии пишите обязательно, все это поддержит канал. Вам большое спасибо, всем пока-пока.